У нас есть привычка сравнивать себя с другими людьми, но такие сравнения губительны для нас же самих, потому что мы в них всегда проигрываем. Таким образом, мы усугубляем свои комплексы. Нет ничего плохого в радости за успех других людей, но у них своя жизнь, у нас своя. И, кстати, чужие социальные сети не показывают правду. Люди ориентируются на чужие, вылизанные социальные сети. Я знаю, я общаюсь с молодежью. У меня есть знакомая без работы, в депрессии, а в социальных сетях делает вид, что ее жизнь восхитительная и успешная. Она переживает, как ее оценят другие, но никто не задумывается, насколько ужасный, странный и ненужный цикл страданий порождает такое поведение. Как я говорил ранее, твои друзья должны восхищаться тобой, говорить «Вау, какой ты крутой! Научи меня быть таким же!» Приведу пример. В эту ловушку может попасть каждый, даже в моей среде. Писатели и ораторы также сравнивают себя друг с другом. Иногда до смешного доходит. Время от времени я любил заходить в онлайн-магазины и проверять оценки своих книг, смотреть, не остался ли я без профессии. Но в то же время был один автор, которого я беспричинно ненавидел. Он очень умный, очень трудоспособный и уважаемый. И я его уважал, но и ненавидел. Оценки его книг я тоже проверял. И когда мои были выше, я такой «Да!». А когда он обгонял, я такой «Да!». В моей голове мы были соперниками. Социальные сети и онлайн-магазины это одно и то же. Я постоянно проверял оценки. Его и мои, его и мои, больше ничьи, только его и мои. Однажды мы встретились на одном мероприятии, выступали вместе. Ведущий захотел, чтобы мы с ним представили друг друга. Я делал это первым. Вот что я сказал, представляя его. Я признался, ты заставляешь меня чувствовать себя неуверенно, потому что я слаб в том, в чем ты силен. И все твои успехи напоминают мне о моих провалах. Вот так я ему открылся. Он посмотрел на меня и ответил, «Знаешь, я чувствую то же самое». Сейчас мы лучшие друзья. Ко мне пришло осознание, если он хорош в том, в чем я плох, тогда, узнав его поближе, подружившись с ним, я смогу проработать свои слабые стороны. И я стал больше гордиться тем, что у меня хорошо получается, а не гоняться за его успехами. В общем, развивайте свои слабые стороны и гордитесь сильными, а не страдайте от сравнений. Редактор субтитров А.Семкин